11.06 в Кирове. Начинается программа «Разворот со слушателями». Напоминаю, что в «Разворот со слушателями» мы принимаем звонки по телефону 211-101. Это прямой эфир 211-101. И это будет в первом часе. Во втором часе у нас будет стандартный дневной разворот без приема звонков. Поэтому ориентируйтесь вот именно так. Сегодня в работе с нами. Здесь в студии Анна Лапшина и Светлана Занько, которая все вам рассказала, но вначале забыла поздороваться. А почему у нас «Разворот со слушателями»? Потому что тема у нас достаточно важная, как мне кажется, для всех абсолютно горожан. Мы будем говорить о том, куда идти людям активным, которые хотели бы что-то изменить в окружающей действительности. Вот прям в очень близко окружающей. То есть речь идет о вашем дворе, о вашем, может быть, подъезде, о соседних каких-то домах. То есть вот такая маленькая культура сообщества. Мы будем говорить о центрах местной активности, чем они занимаются сейчас, что планируют делать дальше, как можно поучаствовать обычному человеку в их работе. Да, и что это вообще такое? Мы попытаемся разобраться. Это, кстати, актуальный совершенно вопрос, уточнение с твоей стороны, потому что в вопросе, который мы задаем в нашей группе ВКонтакте, есть такой вариант ответа о существовании в Кирове центров местной активности, спрашиваем мы наших слушателей. Что-то слышал, прекрасно знаю, участвуя в их деятельности, знаю, но не участвуя в их деятельности. Что это вообще такое? Так вот, что это вообще такое? Самый популярный вариант ответа, более 40% так отвечают. А на втором месте? На втором месте, к счастью, что-то слышал. И сколько там процентов? Там почти 31%. То есть 70%, 71% горожан в принципе не знают о центрах местной активности, а значит, не участвуют в их работе и не участвуют в создании местных сообществ, направленных на что направленных, мы сейчас у нашей гости спросим. У нас в гостях Анна Тарасова, руководитель центра местной активности на Роза-Люксембург-87. Это Октябрьский район города Кирова. Анна, добрый день. Добрый день. Давайте начнем с просветительской деятельности. Вы представитель центра местной активности. Расскажите, что это такое, с какой целью созданы центры местной активности? Да, сразу вас поправлю. Недавно я переехала с Роза-Люксембург-87 на профсоюзную 69, 108 кабинет, чему я безумно рада, он очень просторный и находится в территориальном управлении по Октябрьскому району. Милости просим. Профсоюзная? 69. 69. Насчет милости просим еще уточним. Итак, что такое центр местной активности? Если говорить таким научным языком, то это форма содействия населению в осуществлении местного самоуправления. Если более простым, то это центр по работе с населением, куда может прийти каждый житель со своей идеей, со своей проблемой и получить достаточно развернутый и компетентный ответ, в каком направлении ему двигаться, чтобы решить его проблему. Или реализовать какой-то там проект, задачу, задумку, идею. Все правильно. Мы подсказываем, в каком направлении двигаться, то есть какие у нас есть в городе и области проекты. Это у нас и ППМИ, это и городские конкурсы, это и сейчас федеральная программа формирования комфортной городской среды, есть мини-гранты. И не только проектная деятельность, конечно же. Мы вовлекаем население вообще в социальную жизнь района, двора, города. Праздники какие-то тематические во дворах, это тоже вы организуете? Обязательно. Все основные праздники, это и начиная с новогодних утренников, это и Масленица, прощание с зимой, и детские праздники, Дню защиты детей, День молодежи, День соседей. В общем, все вот эти, которые помогают жителям сплотиться, познакомиться, узнать друг друга поближе. И это действительно очень душевные праздники во дворе проходят у нас. Вовлекаем их в участие в акциях благотворительных, проводим для них семинары на те тематики, которые их интересуют, приглашаем специалистов. Ну вот по капитальному ремонту, насколько я понимаю, тоже центры местной активности участвуют. Часто у нас проходят семинары по капитальному ремонту, объясняют, как можно пользоваться этими деньгами, как отследить, куда пошли средства, как понять, в какое время, что будет делаться в твоем доме. Это тоже с подачи центров местной активности такие семинары проходят. Мы просто проводим опросы населения. Кому что интересно? Какая тема на данный момент их интересует больше всего? И, соответственно, приглашаем специалиста по этой теме. Население оповещаем. Что касается информирования населения про центры местной активности, мы в каждом подъезде старались повесить объявление формата А4 на доске. Вот у нас сейчас образцы на столе лежат. Что такое центр местной активности, где он находится, кто руководитель, контактный телефон. И, вы знаете, даже мне один раз позвонили, больше никакого телефона не знаем. Вот в подъезде висит только ваш, у нас тут ЧП с крыши, сейчас снег начнет падать. Вот это я тоже хотела у вас уточнить. Все-таки в центре местной активности обращаться с какими-то коммунальными проблемами можно? Или это вот в обслуживающую организацию? А в центре местной активности это про другое немножко? Мы не отталкиваем население и принимаем их с любыми вопросами, с любыми проблемами, и в том числе, конечно, и жилищно-коммунальное хозяйство. Это у нас вообще основная тема, с которой жители обращаются. Мы просто как такой информационный центр помогаем им и направляем в то русло, куда нужно. Потому что вы знаете, что стучаться надо в правильную дверь, потому что в другой вам просто не ответят. Не помогут. И не помогут, потому что они некомпетентны. И поэтому наша-то основная задача, когда жители обращаются с такими вот вопросами, направить их просто туда, куда надо. Некоторые вопросы мы разъясняем, и они уже движутся в правильном направлении. Еще, Анна, такой вопрос. Вот мы говорим, центр местной активности номер дома такой-то, центр местной активности номер дома такой-то. Ну вот условно, мы про вас сказали. Это значит, что центр местной активности работает только с этим домом? Или вот у вас куст прямо? Просто вы располагаетесь по этому адресу? Как это работает? У нас на каждого руководителя центра местной активности определенный микрорайон. То есть у нас в Октябрьском районе 6 центров местной активности, 6 микрорайончиков, и мы курируем население, которые проживают в этом микрорайоне. У меня 9-й. Понятно. 9-й микрорайон, это какие улицы? Какие дома? Ну, можно не по номерам, а просто кварталом можно. Да, это у меня профсоюзная. Роза Лексимбург, Король Липнихта. Далее у меня идет Октябрьский проспект. И уходим улицы Мельникова, Гайдара, Возрождения, Добролюбова частично. Это Широнинцев, Шинников. Это далеко, между прочим, от профсоюзной Широнинцев. Да, да. Но начало этого такого квадрата недалеко от нас, между прочим. Давайте мы еще сравним центры местной активности и ТОСы. Вот в чем разница двух этих организаций? ТОСы, они создаются на базе домового комитета без образования юридического лица. Но это обычная практика у нас в городе без образования юридического лица. Они создаются в определенном доме. ТОС, ну, может и лестничная клетка, там, участвовать и подъезд. Но в основном у нас либо дом, либо несколько домов. И председатель работает на безвозмездной основе. Именно вот на территории этого ТОСа. ТОСа – это территориальное общественное самоуправление. Правильно. А руководитель центра местной активности, он работает как раз на определенной территории со всеми домами. Не только с ТОСами, конечно же. И подведомственные руководителю ЦМА от двухсот домов и более. Ну, ЦМА, центры местной активности – это как структурное подразделение территориальных управлений. Да, это руководители центров местной активности, это наемные работники территориального управления по району. А ТОСовцы – это активисты, по сути. Это активисты, но это основные ваши помощники, я так понимаю, по работе с горожанами в целях развития самоуправления. Руководители ТОС – это, конечно же, самые первые помощники. Это те люди, которые всегда откликаются. Потому что они уже реализовали какой-то проект. Они, во-первых, познакомились со всеми жителями в своем доме. Они знают, где у них многодетные семьи, где нуждающиеся семьи, которым помощь нужна. То есть они знают своих жителей, они знают, что такое бюджет города, как его формируют. У них есть понимание, как работать с управляющей компанией, с бизнесом. Они стараются поучаствовать во всех конкурсах, которые у нас проходят. Поэтому это, конечно, самые первые наши помощники. Это такие грамотные активисты своего дома, например. Или района. Я их называю социальными работниками своего дома, потому что они работают с населением как раз-таки. Они и по дому проблемы решают, жилищно-коммунальные, вот эти все. Они и проблемы своих жителей решают, они болеют, переживают за всех. Они проходят обучение в центрах местной активности. Вы устраиваете для них какие-то обучающие семинары? Мы проводим... Как стать главой ТОСа, активистом, организовать? Обязательно. Когда у нас приходит человек и говорит, вот у меня есть такая идея, я хотел бы принять участие в каких-либо проектах, мы ему пошагово рассказываем, как создать вообще ТОС территориально-общественное самоуправление, в каких конкурсах со своей идеей и со своими финансовыми возможностями они могут принять участие. Помогаем им и провести собрание, и некоторым пройтись прямо разъяснить каждому жителю. То есть мы свое время лично иногда тратим вечером, чтобы пройтись прямо по квартирам и всем разъяснить, что такое ТОС, для чего это надо. Мы как помощники этому старшему по дому или новому председателю ТОС. И, конечно же, курируем их от проведения собрания до сдачи отчетности по проекту. Анна Тарасова, руководитель центра местной активности в Октябрьском районе на профсоюзной 69. Прервемся на полминуты и продолжим наше общение. У нас такая сегодня просветительская программа для всех заинтересованных горожан. Итак, что такое центры местной активности? Кто туда может обращаться? Чем центры местной активности помогают? И чем занимаются текущие работы? Давайте приведем примеры. Например, какие акции сейчас? Центры местной активности на профсоюзной 69 проводят. В каких акциях горожане, которые живут в вашем кусте, могут поучаствовать? Напоминаю, что у нас в гостях Анна Тарасова. Анна, вот сейчас я вижу прям объявления такие. У нас лежат, видимо, такие именно, которые висят в подъездах ваших домов. Я вижу три акции в данный момент. Расскажите, пожалуйста, про них. У нас проходит сейчас три акции. Это «Собери портфель», «Игрушка детям» и «Большая помощь маленькому другу». То есть мы помогаем не только людям, но и животным. Придумала эту акцию именно «Большая помощь маленькому другу» у нас руководитель центра местной активности Надежда Еременко. Но все центры ее поддержали. Также я придумала акцию «Игрушка детям», и мы ее распространили на весь Октябрьский район. То есть мы взаимодействуем все очень дружно с центрами местной активности в своем Октябрьском районе и поддерживаем все акции. Вы друг друга знаете. Да, у нас Надежда Еременко будет с нами на связи, поэтому мы оставим для нее акцию «Большая помощь маленькому другу». А вы нам расскажите, пожалуйста, про акцию, которую придумали вы. Значит, депутат у меня на округе Хлимаков Василий Александрович. Он плотно работает с населением, и к нему обращаются жители, которые нуждаются в игрушках. Такой вопрос к нему был направлен. И мы с ним подумали и решили организовать такую акцию «Игрушка детям». У некоторых дети выросли, и игрушки уже просто так лежат. И мы предложили жителям... Выбросить жалко, да? Да. А до внуков еще долго. Да. Дать жизнь вторую игрушкам. И устроили такую акцию. У нас принимаются игрушки в центре местной активности на Просоюзной 69, на Московской 107А и на Втором кирпичном переулке 2А. Туда можно приносить любые игрушки. Главное, чтобы они были целые, чистые. И мы уже знаем семьи, которым мы их передадим. Какого рода... Ну вот, что это за семьи? Семьи... Это многодетные семьи, где от трех и более 5 детей и 6. Конечно, всем игрушки сложно купить сразу и потом. Это же такой расходный материал у детей, который постоянно ломается. Они же все время что-то разбирают. Поэтому такой ходовой товар. И поэтому мы знаем... Много таких семей в Октябрьском районе? Очень много. Которые у нас подопечные. Мы прямо их курируем. Знаете, у нас такая есть традиция у ТОСов и некоторых. Они взяли себе под крыло такие многодетные семьи и приглашают их на все мероприятия дворовые. И обязательно дарят подарки. Это вот такая добрая традиция у нас. Мы ее всегда поддерживаем и хвалим таких председателей. Давайте еще расскажем. В Октябрьском районе проходит акция «Игрушка детям». Вы принимаете игрушки, чистые, функционирующие, понятное дело. По адресам профсоюзная 69, Московская 27А, если я не перепутала. 107А и второй кирпичный переулок 2А. Но также можно во все центры местной активности Октябрьского района. В любой центр. А как вы работаете, скажите, пожалуйста, в какое время? Какой у вас режим работы? У нас такой очень плотный режим. Мы работаем с 9 утра и иногда до 10 вечера, если этого требует ситуация, если мы проводим какие-то собрания. Но мы бываем на территории чаще всего, потому что у нас постоянно проходят какие-то либо фоторейды, либо обследование. Сейчас идет обследование детских дворовых площадок. На предмет безопасности. Это то, о чем ОНФ у нас с прошлого года говорит. То есть это вот сетка ограждения, где-то поврежденные качельки, сломанное. Все, что может не очень хорошо сказаться на здоровье детей. Все правильно. Мы их обследуем, эти площадки фотографируем. И сразу обращаемся в управляющие компании, которые обслуживают дворовую территорию с тем, чтобы они все эти неполадки устранили. Некоторое оборудование, которое пришло в негодность, они демонтируют, чтобы никто там не повредился. Поэтому мы больше на территории. Но у нас есть у каждого центра местной активности определенный график, когда мы бываем конкретно. Вот в центре мы сидим и ждем, когда... Это прямо на дверях центра, наверное, этот график размещен. То есть если ты подошел, увидел, что дверь закрыта, ты можешь посмотреть, в какое время точно человек будет здесь. Ну и плюс телефон. Можно позвонить, договориться. Все правильно. По телефону можно договориться и встретиться в любое время, в любом месте. Ну вот я вижу, что в объявлении указано, что центр местной активности территориального управления по Октябрьскому району каждый вторник и пятницу с 15 до 18 точно вы на месте. С 15 до 18 каждый вторник и пятницу. А телефон 44-35-92. Это на профсоюзной 69 центр местной активности. Ну и если вы не знаете телефона своего центра местной активности, то коллеги помогут. Правда же? Вы сможете дать информацию, где у кого какой-то центр местной активности есть. Да, мне кажется, это можно даже в территориальном управлении узнать. Там наверняка тоже размещены, я думаю, что даже наглядно размещены, не обязательно звонить куда-то. Можно подойти, и наверняка там есть штенды. То есть надо дойти до территориального управления. А у нас прямой телефон 44-35-92. Вот, тогда если мы закончим про акцию «Игрушка детям», до какого периода вы ее проводите, до какого времени? Мы проводим до 1 сентября, а потом уже у нас будет проходить передача нуждающимся семьям. А потом у нас уже будет проходить акция «Учебник детям», потому что учебный год начинается. Уже пора не играть и учиться. Да, ну вот смотри, сейчас параллельно игрушкам идет акция «Собери портфель». Это что за акция, расскажите? Мы также собираем констовары. Это у нас ежегодная акция, она проходит на территории всего Октябрьского района, и все центры местной активности в ней активно участвуют. Значит, мы принимаем любые констовары, ручки, тетради, альбомы, фломастеры. Но новые, товарищи. Ну, новые, да. В отличие от игрушек, новые. Новые. И привлекаем к этому и бизнес, который может выделить не только констовары, но и рюкзаки. Также нуждающимся семьям. Есть ведь не только многодетные семьи, где немного детей, но они тоже нуждаются в этом. И адресно оказываем помощь. А как вы про них узнаете? То есть это вот как раз руководители ТОСов вам говорят, вы говорите, они у них все там наперечет, да, вот эти семьи, которым может быть нужна помощь. И семьи сами обращаются. Или они к вам обращаются, или вы как-то через территориальное управление узнаете. Или через судеблог правительства. В основном нам о них рассказывают председатели ТОС, те, которые непосредственно знают каждую семью в своем доме. Но есть и жители, которые сами обращаются с просьбой о помощи. А бывает такое, что школа обращается в течение учебного года? Бывает же. В интересах ребенка, да? Обращает внимание, что у ребенка нет того, сего, пятого, десятого. Понимает, что малообеспеченная семья. Просто может не знает, куда обратиться, и школа сотрудничает с вами. К сожалению, школы такой своеобразный мир, мне кажется, немножко запкнутый. Которые все эти проблемы никогда не выносят. Они лучше сами купят на свои деньги нуждающемуся ребенку все, что ему нужно. И пенал, и ручки, и тетради. Нет у них такого, может быть, внутри, что у кого-то попросить. Хотя была бы хорошая практика взаимодействия школ с центрами места активности. Я думаю, что очень многие школы и учителя не знают об этом. Поэтому внимание учителя, кто сейчас не в отпуске. Хотя, мне кажется, все учителя сейчас в отпуске. Но кто-то же из них в Кирове. Кто-то на даче слушает радио, между прочим. Да, это такая хорошая история. Правда, мне кажется, имеет смысл наладить такой контакт, чтобы учителя знали о центрах местной активности, не стеснялись туда сообщать о том, что необходимо что-то. Либо сообщать информацию о центрах местной активности непосредственно родителям таких детей. Вот этот информационный контакт нужно, конечно, наладить, мне кажется, со школами. Но мы поговорим. Мы еще и в нашу студию пригласим, и об этом поговорим, познакомим вас. Прям пускай знакомятся. Вообще это удивительно. Мне это всегда казалось, что вообще в идеальном таком мире школа – это то место, где координируется вообще вся активность районная. В том числе и центры местной активности туда приходят. Это какие-то мероприятия, которые нуждаются в том, чтобы провести их под крышей. Например, тоже ведь можно на территории школы проводить. Помнишь, Игорь Васильев говорил о создании в районах области на базе школ неких вот таких центров культурных? В районах области, я думаю, так все и есть. Это сжато, потому что маленькие населенные пункты, все друг друга знают, знают ограниченное количество, в общем, инициатив каких-то, центров и всего прочего. А в городах школа – это то место, куда приходят все абсолютно взрослые с детьми. Вот рано или поздно они туда все равно придут. Не забывай, Ань, ты же сама, ты знаешь прекрасно, что с какого-то момента в школах прекратили эту практику провождения всего, что только можно. В школу не допускаются посторонние люди, собрания, семинары и прочая история. Да, конечно, можно назначить, но можно такой контакт наладить, я уверена. Но, кстати говоря, можно тут задать вопрос нашей гости Ане Тарасовой, руководителю центра местной активности на профсоюзной 69. А сколько лет вообще этой практики существования центров местной активности? Первые центры местной активности появились в городе Кирове в 2011 году. То есть не так давно, может быть, не такое большое распространение информации о центрах местной активности, но где находятся территориальные управления, знают все, им можно обратиться. А там уже подскажут, какой руководитель центра местной активности курирует тот или иной участок. А вот мне скажите, Анна Анатольевна, я вам хочу сказать, что иной раз к чиновникам все-таки, к сожалению, доверие у нас не слишком большое. И, собственно говоря, сам формат работы чиновников, он сильно довольно отличается от того, что мы сейчас видим, общаясь с вами. Центр местной активности все-таки несет еще какую-то душевность. Вы свои какие-то. Вот мы как раз говорим о соседстве, о комьюнити, об этом во всем у чиновников. Очень много текущей работы, текучки какой-то. И просто даже сама манера общения иногда другая. А люди, когда обращаются со своей проблемой и болью или идеей и восторгом, не хотят натыкаться на бюрократическое. Так, значит, это приемные часы там, что вам? Ну вот, я не осуждаю тут в этом смысле чиновников. У них своя работа, а у вас, слава богу, своя. Поэтому, конечно, просто распространять информацию о центрах местной активности, вот почему мы за это взялись сейчас, обязательно нужно. Это немножечко другой, да немножечко серьезный, другой способ общения людей. А еще очень важно, что центр местной активности – это та организация, куда можно прийти с каким-то небольшим совершенно своим проектом, идеей. То есть вот то, с чем у нас очень многие люди, ты не поверишь, ведь очень многие люди стесняются эти с каким-то вот смешным, как вам кажется, поводом. Или такое «все равно ничего не будет». Ничего не будет, да это мелочь какая-то, кому это надо и прочее. Я почему сейчас об этом говорю? Я вот смотрю, у нас в бумажечках наших вспомогательных есть информация о конкурсе «Семейная клумба». И мы об этом поговорим после рекламы. Но после короткой рекламы и после того, как поговорим с Надеждой Еременко, потому что мы уже анонсировали акцию «Большая помощь маленькому дугу», о ней надо рассказать. Продолжаем рассказывать о работе центров местной активности в Кирове. И сейчас у нас на связи Надежда Еременко, руководитель центров местной активности «Монтажника-22» и «Кольцо-18». И Надежда Олеговна, вы с нами? Да. Надежда, поправьте, если я не права. По адресам все верно. «Монтажников-22» и «Кольцо-18», правильно? Нет, только теперь «Монтажников-22». Все, убираем «Кольцо-18», «Монтажников-22». Это тоже Октябрьский район города Кирова, верно? Все верно. Все верно. Надежда, мы уже здесь анонсировали, что вы расскажете нам про акцию «Большая помощь маленькому другу». Это ваша идея. Расскажите, в чем суть этой идеи и как сейчас все движется в рамках этой акции. Ну, «Большая помощь маленькому другу» у нас очень получила большой отклик в Октябрьском районе, да и в городе в целом. В рамках данной акции мы собираем благотворительную помощь в виде корма, жидкого, сухого, амуниции для кошек и собак, которая находится в сырках для бездомных животных. Она у нас продлится до 17 августа. И будем вручать мы в день бездомных животных. А день бездомных животных как раз 17 августа? Она будет 18 августа, но 17 мы заканчиваем. Вы принимаете вот эту помощь, о которой говорят? Ну, все, что нужно, в общем, животным, да? Это и корм может быть, может быть, какие-то и щетки, и чесалки, да? Да, теплые вещи, возможно, газеты. Вы тоже попросили у нас. Вы их-то принимаете во всех центрах активности Октябрьского района? Да. Хорошо. Как активно люди несут сейчас вот эту помощь? Когда она только первый раз нас стартовала, очень большое количество жителей приняли участие, поддержали нас как школы, так и детские сады. Порядка тысячи человек всегда принимают участие в данной акции. А, то есть акция, она ежегодная получается? Да, мы сделали пробный вариант этой акции. Вот, и так как очень большое количество поддержали нас, мы решили проводить ее ежегодно, даже два раза в год. Кто больше участвует? Жители ваших микрорайонов, бизнес, я не знаю, профильные магазины, может быть, задействованы? Да, у нас и продуктовые магазины, индивидуальные предприниматели покупают вот корма, крупные предприятия. А жители? Жители, да, огромное количество. То есть они неравнодушны к домашним животным, которые находятся в приютах, и от них мы получаем очень большую отдачу. А с какими приютами домашних животных вы взаимодействуете? На больничной переулке 6. Вот, на этот раз нам обратились с Карла Маркса 10. Вот, то есть мы в этот раз туда повезем. Какое количество животных, вы знаете, может быть, в этих центрах содержится? На больничной переулке более 50-ти, около 100. А на Карла Маркса около 30-40. Вот это не считая тех, кто находится на передержках. Это те, кто отдельно там живет? Полторы сотни животных в центрах примерно, и еще животные, которые на передержках. Это, значит, семьи их берут на короткий период времени между их находкой и устройством в семью на постоянное время. И им тоже такая нужна помощь. Еще раз, наполнители, амуниция, крупы, макаронные изделия, готовые влажные и сухие корма для собак, кошек, щенков и котят. Это все, пожалуйста, в центре местной активности Октябрьского района вы можете принести. Надежда, скажите, пожалуйста, буквально еще минуту, с вами пообщаемся. Как активно люди обращаются в ваш центр местной активности на Монтажников-22? Даже больше нас интересует, есть ли приток, увеличивается ли количество обращений. На данный период времени он уменьшился, в связи с тем, что люди уезжают за город. Потому что лето. Да, потому что лето. Но там тоже периодами бывает. Но в целом, мы понимаем, что... Год от года. Да, год от года. Вот изначально в 2013 году, как только я пришла, в 2014, порядка 214 обращений у нас было, как у устных. Вот, не считая письменных. В эти годы у нас немножко сменилось порядка 100. С чем вы это связываете? Многие проблемы решаются тут же на приеме. То есть мы их консультируем, принимаем решения, какие они могут принять, чтобы проблему эту искоренить, так скажем. То есть, вот вопрос. Проблем становится меньше. А о центрах местной активности знают все меньше и меньше. Или не доверяют вам. Или, например, активистов, тосовцев становится грамотных больше, и они уже на местах решают проблему. Что здесь на первом месте, как вы думаете? Я считаю, что активистов грамотных становится больше. То есть мы проводим лекции по ЖКХ, по благоустройству, как помочь. Мы уже собрания проводим. То есть вы считаете, что вы видите уже реальный результат вашей деятельности, и он выражается в том, что количество обращений меньше, потому что люди научились на местах решать свои вопросы? Ну, это один из факторов. Конечно, не все тут у нас активные дома, потому что очень тяжело поднять инициативу. Кто-то ее вообще не поддерживает. То есть это не зависит от того, что они не знают на природеятельности центра местной активности. А что они, как сказать, в потребительских отношениях? Потребительское отношение. А недоверие встречается? Я считаю, что тоже, возможно, в небольшой процент. Небольшой процент. Спасибо большое. Надежда Еременко, руководитель центра местной активности на Монтажников-22. Монтажников-22, Октябрьский район. Пожалуйста, обращайтесь туда. Ну, вот эта вот история с тем, что тяжело поднять людей и потребительское отношение. Вы с этим тоже сталкиваетесь, Анна? Анна Тарасова, руководитель центра местной активности на профсоюзной 69. Такой очень маленький, мне кажется, процент тех, которые именно обращаются в центр местной активности. Те, которые обратились, они уже с активной жизненной позицией. Они уже готовы что-то поменять. А Надежда упомянула о тех домах, они есть, в которых нет ни одного активиста. Вот он сидит в своей норе, в своей квартире. И ему ничего не интересно, кроме своей семьи, своей квартиры. Что там творится на территории, его совершенно не касается. И он не хочет идти в направлении решения проблемы, хотя она, допустим, даже если она существует. Видно, разбитые тротуары, мусор кругом, может быть, алкоголизм, там, я не знаю, криминал. Что связано с неблагоустроенной средой часто очень. Ну, это понятно. Но еще район, район, ну, рознь все равно. Потому что не забываем о том, что Октябрьский район, это самый такой район с большой долей пожилого населения. И здесь уже не только вопрос в желании жителей решать эту проблему, а финансовый вопрос. Потому что каждая программа, каждый проект требует софинансирования со стороны населения. Хоть и небольшого, но это тоже. 15% и выше. А вот я сейчас задумала, что Октябрьский район, это ведь район, где очень много заводов у нас расположено. И вот, мне кажется, исторически так сложилось, что в советское это время очень много вот этих вот каких-то благоустроительных вещей брали на себя именно крупные предприятия. И люди просто привыкли к тому, что им ничего не нужно делать, что все сделано будет. А вот уже все, уже нет, уже предприятия как-то отошли от этого. Наверное, менее активно помогает, чем это было в советское время. У них вообще нет этой нагрузки, в принципе. Или не так? Ну, у нас, например, есть крупный район, в девятом микрорайоне, крупный завод, вернее, это завод Лепси, который не прекратил эту деятельность. А, то есть продолжает. Она продолжается. Они активно участвовали и, насколько мне известно, были даже инициаторами постройки и церкви на площади. Сейчас завод активно участвует в ППМИ по благоустройству Свера на улице Гайдара, напротив Дома культуры Родина. А, ну, я сейчас вспомнила, что АвиТек-то тоже помогает там, да? Ну, АвиТек, наши крупные районы Октябрьского района, они включились в эту деятельность по благоустройству и, конечно же, помогают. Вот, мелкий бизнес, он, конечно, менее активен в этом. Вот, малый и средний бизнес, он пока не задействован в должной мере с населением, с горожанами, активно не взаимодействует. Спасибо, что ты меня стимулируешь. Смотрите, у нас есть, кстати, на эту тему очень важное объявление. Для всех абсолютно, для сотрудников центров местной активности, для активистов ТОС, просто для активистов, для неравнодушных жителей любого абсолютного возраста. Мы говорим, что мэрия города Кирова совместно с правительством Кировской области и с нашим опорным вузом продолжает ряд просветительских лекций и дискуссий на тему комфортной городской среды. То есть это еще одна помощь нам для того, чтобы понимать, как правильно устраивать эту среду, как взаимодействовать с бизнесом, с финансовыми структурами, с чиновниками, как правильно сделать клумбу, как правильно организовать детскую площадку. Так вот, 3 августа, это будет ближайшая пятница, на площадке Орца, ботанический сад, ВятГУ, с 15.30 до 17.00 пройдет дискуссия и лекция на тему экономика городского пространства. По сути говоря, как комфортная городская среда влияет на развитие экономики, улучшает ее. И наоборот, как бизнес, улучшая городскую среду, делает ее комфортной, сам тоже от этого получает выгоду. По сути, с нашей точки зрения, с активисткой или с городской, с горожанина, это то, чем мы можем, когда мы приходим к бизнесу, оперировать, как убеждать, что нужно в этом участвовать, для того, чтобы бизнес, вот малый и средний, который сейчас не очень активный, это наконец-то делал. Значит, еще раз, 3 августа, пятница, ботанический сад, там есть арт-площадка, большое количество посадочных мест, большой экран, к нам приезжает Юрий Перелыгин, это член Совета некоммерческого партнерства Национальная гильдия строителей, исполнительный директор института Лен Гипрогор, он проектировщик многих пространств, можете зайти на сайт Лен Гипрогор и посмотреть, чем они занимаются. По приглашению Ильи Шульгина и Игоря Васильева лично приезжает и будет общаться с нами, не просто лекцию нам даст, а дискуссия тоже состоится. Вход свободный. Вход свободный, при этом главы наши там будут, и Васильев, и Шульгин. Ты намекаешь на то, что к ним можно будет подойти. Главы тир. управления, вопросы можно задать, обменяться мнения, главы тир. управления будут, будут чиновники, и мы приглашаем и ожидаем, что будет представитель Центр местной активности, ТОСов, просто активные горожане, пожалуйста, приходите. Я уверена, что будет польза. Напоминаю, что все это с инициативы городских и региональных властей, и с нашей инициативой, и с нашей радиостанцией, потому что мы активно участвуем в работе по урбанистическим темам, в преддверии большого урбанистического форума в Кирове, который состоится 23-24 октября. Да, много чего интересного там будет, скоро программа будет выложена, и все это для нас, чтобы мы становились грамотными, понимали, собственно говоря, как эту самую комфортную городскую среду развивать, чтобы у нас было все, и скверы, и тротуары, и красивые дворы без пластика, и шин. В общем, не успели про клубок поговорить, но поговорим отдельно, потом как-нибудь соберемся, чтобы у нас и дороги были правильные, и реки очищались, и превращались в леточные парки. Все это направлено для того, чтобы город Киров из отстающих, а пока мы отстающие, все это признают, превратился в благоустроенный и цветущий город. Город, в котором приятно жить, из которого не хочется уезжать, и в который хочется приезжать. Да, строить семью, работать и улыбаться, на самом деле. Очень рады, очень рады знакомству. Анна Тарасова, руководитель Центра местной активности на профсоюзной 69, была сегодня у нас в гостях. Я уверена, что мы будем встречаться и в эфире, и на мероприятиях, и урбанистических, и активистских, и любых других. Я считаю, что, и оно, я думаю, меня поддержит, что, конечно, развитие местного самоуправления – это основа благополучного существования вообще любого горожанина в городе. Поэтому будем рассказывать о том, как это правильно делать. Вот мы сегодня не рассказали, а как обращаться людям пожилым, которые не знают, как с интернетом общаться, как заявку оформить. Молодежь, как может себя применить. Мамочки в декрете говорят очень активно. Вот обо всем об этом поговорим как-нибудь при следующей встрече. А сейчас у нас новости, тематические программы и реклама. Вернемся в следующем часе. Да, просто с дневным разворотом. И там уже звонки принимать не будем. Сейчас прощаемся с Анной Тарасовой. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова